смотрите какой хороший вот такой я люблю кофе редко когда такой готовят вот он крепкий с молоком но крепкий как мы хорошо вместе сидим не деремся пока что да опять весь диван у делали и мне к сожалению марвелуши сейчас трогать нельзя но я ее немножко так поглаживаю да но не целовать не брать на руки не особо общих не приближаться нельзя иначе мне точно не выжить в отсутствие антигистаминных давай я тебя немножко поглажу давай ухти моя прелесть ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой да да не могу не гладить мою кошечку ну а это конечно время со мной думаю что тоже это не есть хорошо потому что с неё тоже летит шерсть. Ну-ка, давайте я покажу. У неё есть шерсть на морде, видите? А также она не абсолютно лысая, да? Хвост волосатый опять же. Ешь, Марвель! И также она сама, да? Видите? Это как будто... Да, видите, вот. Молодец, мне показываешь. В общем, есть у неё волоски коротенькие, да? Но всё же есть. Ты ж моя зайка! Это что за копытца такие? Что за ножки-макарошки? Она такая вся тоненькая. Прям так даже страшно её сломать. А ей нравится ещё, когда её и по попе надают. Видите, моя прелесть. Ты моя мазохистка, а? И садистка тоже. У нас вот такая погода замечательная. К ощущению, что пойдёт дождь. Очень на это надеюсь. Хочу дождя. Был у нас один. Я уже вам показывала. Насколько я помню, это был первый дождь за год. Это было что-то на прошлой неделе, что ли? Я хочу ещё. Да, мы, кстати, сейчас находимся... У нас уже сентябрь вообще-то. И первый дождь за год. Да. Была такая жара. Я даже не знала, поливать мои растения или нет. Что-то я поливала. И очень об этом пожалела. Ну, не очень. Просто немножко пожалела, да? Потому что я не очень боюсь потерять растения. Вот, посмотрите, видите? Полила, была жара. Видимо, запарились корни. И тут всё, померло. Ну, в смысле, вот этот вот помер. Здесь у меня прям всё колосится. Помните, какое оно было маленькое, да? Тоже надо уже обрезать снова, да? Вот эти вот черенки, видите, которые выросли вот на обрезке, да? Смотрите, какие здоровые лошади выросли уже 6 сантиметров, да? Надо всё это снять. Помните, помню, даже уже здесь корешочек свой у него есть. Снять и отдельно высадить. Они уже способны самостоятельно расти. И это всё выдернуть. Да. Я даже сейчас не брызгаю, потому что в жару... Во-первых, сейчас, возможно, пойдёт дождь. Да, смысл их чистить нет никакого, да? В жару нельзя этого делать, потому что они могут загнить. Соответственно, ждём лучших условий, там. Лето, одеться суккулентов тоже не особо. Зато посмотрите, я не могла поливать их, да? И посмотрите, какой цвет приобрёл вот этот вот, да? Даже видно разницу, да? Как это, переходы цвета. И от этого ещё прекраснее он. Прямо роза, да? На контрасте. На контрасте вот ещё прекраснее он выглядит. Не знаю даже, как вам его заснять-то получишь. Что здесь? Соседка опять мне кидает свои волосы, конечно. Пауки плетут паутину. Но бороться совсем с этим некогда. Так что пока что так. И вот эти, похоже, да? Вот уже прошло, наверное, сколько? 2-3 месяца, наверное, с пересадки, с обрезки. Я вчера полила эти всё-таки. Этим ничего не грозит, они не загниют, они вообще там устойчивые. Вот кто, если смотрит мои видео, да? У меня девушка спрашивала, я с этой работой, с этим совсем, с этими катастрофами абсолютно забыла ей ответить. Потому что, во-первых, хотела найти название растений. А во-вторых, не знала, где ей ответить. Снять видео или просто в комментарии. Но, в общем, отвечаю, да? Что вот этот вот очень хороший для начала, да? Для суколентовода. Это неубиваемый, вот этот вот бир павс, да? Медвежьи лапки. Вот прошло 2 месяца, он отрастил корни. И сейчас начинает наливаться. Видите, уже были вот эти последние листья сухонькие. А сейчас они набрали воды. Я полила, и всё прекрасно. Там никто вообще из них, вот никто. Эти, я, по-моему, не поливала ещё. Они вот такие вот сухонькие стоят. Никто не умер. Да. И вот этот вот, седум калаватум. Тоже неубиваемый абсолютно. Так что спокойно можете заводить. И, конечно, если у вас недостаточно освещения, то он будет вытягиваться, да? Но, в общем и целом, с ним очень сложно что-то сделать. Поэтому вот мои рекомендации. Вот эти два. Плюс ещё, вот здесь у меня такой замученный тоже немножко. И сложно его показать. Он свешивается. Я сейчас найду название и подпишу его. Вот этот тоже неубиваемый. Категорически, да? Посмотрите, какая у меня красота здесь. Да, посмотрите, какие цвета просто, просто умопомрачительные, да? Здесь тоже, похоже, всё отрастило корни. Потому что я недавно всё-таки отважилась их полить. Они были очень засушенные. И, как можете видеть, вот там нижние листья, да? Они тоже такие уже, в принципе, большая часть их налитая влагой. Даже здесь всё хорошо. Вот этому растению соседка своим полотенцем, вы знаете, да, снесла бошку. И, тем не менее, он начинает отращивать новую вершинку. Даже две вершинки. Если вы её видите, там ещё и вторая маленькая, такой прыщичек лезет. А с вот этим у меня проблемы. У него уже, ну, я думаю, почему он... То есть я всё поливала, да, вот эти все налитые. Это немножко поменьше, но с ним всё хорошо, да? А с этим видно, что всё не очень. Он теряет и теряет объём. Думаю, вряд ли он не отрастил корни. Наверняка они остались выше земли. И поэтому мой полив ему не помогает. И действительно... Ну, я не смогу вам показать. В общем, действительно, у него корешочки выше земли. Поэтому сейчас мне придётся досыпать ему земли и ещё, наверное, немножко полить. Ну вот. Но здесь всё хорошо. Так что вот такая красота. Конечно, фон там не очень. Но зато растение просто огонь. Всем ещё раз доброе утро, раз я тут лицом в кадре. Сегодня второй день конкурса терапевта. Напоминаю, я не принимаю антигистаминные. Впереди у меня ещё 8 дней до пробы, до аллергопроб. И сегодня, да, как вы можете видеть, буду смотреть на себя не в камеру, а то мне не видно. У меня, в общем, во-первых, у меня всё ещё больше опухло, чем обычно. И глаз красный и чешется. Я не знаю, от сухости ли это кожа или это именно аллергия. Ну, в общем, результат чесать нельзя. Я очень старалась ночью не чесать так брови. Ну, приходите в нормальное состояние. Брови неконтролируемые абсолютно. Пока только один глаз. У меня всегда почему-то только один как-то вот так зацветает. Да, я тоже вся цвету. Всё, везде куча в прыщах. Я думаю, что это именно из-за сухости кожи. И, возможно, это тоже из-за сухости, а не из-за аллергии. А может, всё вместе. Да, вот такой вот климат, да, всё время жара и сохнет кожа. Я понимаю, что в России, да, в России бы вот, ну, холод, там, сохнет кожа. У меня всегда она сохла. А теперь у меня она сохнет в Испании. Был какой-то период, я вам снимала видео про недостатки жизни в Испании. И там говорила, что всё время жирная кожа. Ну, вот сейчас, в этом году у меня, наоборот, она стала... Потому что всё время потеешь. Наверное, даже не то, что она жирная, она просто как увлажнённая. Такое ощущение, что она вот блестит. У меня такое бывает и после работы, вы неоднократно, да. Вообще, каждый раз, когда я записываю рабочие дни, вы можете видеть, как у меня блестит кожа вечером после работы. Но это, конечно, не то. То есть, это просто, как бы, там, вы понимаете, да, поверхностная сама, сама кожа. Не знаю, как это объяснить. В общем, кто специалист и разбирается, да. На самом деле, у меня всё равно кожа сухая. И, видимо, поэтому у меня стала сейчас вылезать куча здесь прыщей. Вообще, говорят всегда, да, что с возрастом прыщи проходят. У меня, по-моему, только усилилось. У меня никогда не было прыщей. Вот на щеках, вот этой части никогда не было. Котики, вы спали вместе. Какие вы молодцы. Давайте дальше спите. Да. Что? 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 Что ты мне хочешь сказать? Давай, говори. Давай. Так. Значит, сюда нужно подсыпать земли. Сейчас я этим и займусь. Наверное, нужно оторвать нижние листья, чтобы было что-то видно. Так. Раз. И два. Вот, вы, наверное, теперь можете видеть, что там куча корней, которые находятся поверх земли. Сейчас я подсыплю сюда земельки и будет счастье. Вот, я, наверное, все-таки завтра полью, а то мне уже на работу ехать. А еще хотела вам кое-что показать. Кто-то у нас прорвался на балкон. Она научилась открывать дверь, когда дверь приоткрыта. И прорвалась. Марвель, я сейчас ухожу. Ладно, пока она тут наслаждается немножко, я вам покажу. Значит, я вам показывала сумочку. Да. Эти сумочки, которые я вяжу. Где она? Вот. Ту уже, правда, надо стирать. Я ее еще ни разу не стирала там. И показывала, что в выходной день я купила для кошелечка защелку. И у меня оставалось немножко вот такой же пряжи. И я связала кошелечек. Смотрите, какой. Да? Милаха или не милаха? Уже с кошачьей шерстью, правда. Но мне без этого никуда. Да. Хотелось, конечно, его побольше, а то он такой какой-то неглубокий, да? Но сколько уж у меня оставалось пряжи. И вполне отсюда мелочи, всякое там, немножко бумажных денег тоже поместится. И его можно внутри, вот, например, за вот эти дырочки зацепить. И его уже не украдут. Да, то есть он будет так внутри висеть. Красота. Очень мне понравилась идея. И, видимо, вторую вот такую заготовку я не подарю тете, а попробую сначала сама. Я уже начала вязать из другой ткани, ой, из другой нитки второй кошелечек поглубже. Здесь, конечно, все-таки это китайское качество, где здесь есть сход покрытия. Причем он, видимо, был изначально. Я его не заметила. И вот здесь, на второй стороне тоже. Не знаю. На самом деле, для этого цены, по-моему, евро с чем-то он стоил, да? Это все ерунда. Тем более, для пробы пера. Как вам кошелечек? А еще в этом оре показываю вам целый мешок питайи, который нам принес наш друг со своего участка. Драконий глаз. В общем, плод кактуса. Наверное, внутри белый. И потом мы с вами его разрежем, я думаю, уже завтра, потому что, как я уже говорила, мне нужно бежать на работу. А может, они разных цветов? Смотрите. Видите, вот этот немножко отличается, да? Соседи, какие вы шумные! Просто ужас! Нельзя такими быть! Фу! Почему нельзя? Можно. Так что, да, завтра мы с вами разрежем эти фрукты и посмотрим, что у них внутри. Что, ребята, закончился мой рабочий день. Я иду, шуршу пакетом. Да, у меня здесь ужин. Я поужинала на работе. У меня второй ужин, потому что с собой, да, взяла. Да, потому что ночь длинная, пока я все смонтирую, пока еще вот вам концовку запишу, пока доеду. Нас еще меньше клиентов. Совсем какая-то там скукота была бы, да, скукота, если бы я не развлекалась со своей аллергией. У меня сейчас такой какой-то более-менее здоровый вид, но я как-то взбодрилась, видимо, под конец уже рабочего дня. Не знаю вообще, с чем связано. То проходит, то снова начинается. У меня, значит, зачесался второй глаз уже. Вот, кстати, вы, наверное, немножко видите, да, что у меня... Да, у меня еще немножко сглаживает камера. И, так, кстати, это не мальчик, это нарисован на стене. Да, на самом деле у меня видно, что у меня под одним глазом, под левом, красное. Второй глаз у меня тоже начал чесаться. У меня чешется ухо. И у меня пережало вот где-то здесь в горле. И я весь день... У меня было как-то ощущение усугубления, да, проблемы. Так, подождем, чтобы проехали, чтобы перейти. Так, перебегаем, перебегаем. Да, то есть ощущение усугубления проблемы, да, особенно пугает вот это вот сжимание в горле. Почему? Потому что ты не знаешь, что тебя дальше ждет, да. То есть... Смотрю, микрофон работает, нет? Когда все вот так вот в куче техники, да, одновременно подключено, нужно все контролировать, и обязательно что-нибудь сломается, и ты этого не заметишь. Когда вот только один телефон, это как-то даже, ну, с одной стороны, по-лучшему. Нам... Хотя черт его знает, я не знаю. И, в общем-то, ты... Да, проблема в том, что не знаешь, что произойдет в следующий момент. То есть горло вообще сожмется, да, как этот... Я боюсь каких-нибудь отеков к венке. Насмотрелись же, мы все насмотримся кино. И потом фобии дополнительные возникают. На самом деле, ну, рационально просто размышляю, действительно, не знаю, что произойдет. Я не знаю, какая у меня степень аллергии, как она развелась за год. Я же принимала таблетки, а, ну, что там? Что там в организме за это время? То есть глушилась таблетками, а что там происходило? Я не знаю, может, она усугубилась. И очень неприятно вот это ощущение сдавленности в горле. Сейчас оно почему-то немножко подпрошло. И у меня даже был какой-то момент, когда я хотела в рабочую смену поехать в этом... Съездить в Урхенсио. Ну, как типа неотложка, наверное, что-то в этом духе. Что мне уже вкололи антигистаминное и пес с ним, да. Ну, не потому что мне как бы тяжело прям дышать, да, а просто скорее из-за того, что страшно, да. Ну, что будет? Вот оно чувствуется, что оно развивается, да. Я не отношу это все-таки так уж на то, что я сама себя накрутила. То есть чувствуется, что все-таки аллергия есть. И да, и очень как бы страшно было, что будет дальше. Но вдруг она, там, как-то аллергия немножко отошла. Не знаю почему. Я полностью вообще не понимаю, что мне делать. Наверное, буду ждать, смотреть, как дальше будет развиваться. Вот. Но развитие неприятное есть нам. Все, сижу в машине. Переодела я уже свои рабочие чешки на нормальные. А то в тех вообще водить невозможно. За них зацепляется коврик. И я не могу нажать на педали, бывает. Так что очень опасно. Переоделась. И сейчас поеду домой. Сейчас, кстати, ночь. Уже наступила 3 сентября. Тут люди всех поздравляют друг с друга. С началом нового учебного года. И хотелось бы, наверное, упомянуть. Вообще, когда же начинается учебный год в Испании. Начался ли он. И он пока что не начался. Обычно здесь учебный год начинается где-то к середине, ближе сентября. В этом году, насколько я знаю, где-то между 11 и 12. У кого-то 11, у кого-то 12. Ну и заканчивают, собственно, здесь учебный год. Как правило, не в мае, а даже скорее в июне. Можете следить по моим там видео, когда закончилось. В общем, где-то было, но, по-моему, тоже где-то в середине июня они закончили. Так что пока что у нас здесь детишки еще наслаждаются свободой. Но скоро эта свобода закончится. Именно тогда, когда у меня будут аллергопробы, если я до них доживу. Все, я поехала домой. Какое-то опять сегодня бессодержательное видео. Очень за это извиняюсь, но уж не каждый день происходит что-то интересное. Все, большое спасибо и пока-пока.